Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. По сути, мы завершаем такой сезон благоустройства в городе, и особенно в Наташинском парке. Что появилось нового в Наташинском парке в сюжете Александра Колганова? Сегодня стоит задача помочь нашим людям, нашим жителям найти работу. Как прошла ярмарка вакансий в Люберцах, узнаете в ближайшее время. На вопрос, считают ли себя патриотами, ответил 63% утром. Историю своей родины можно изучать теперь виртуально. Хотим привлечь внимание народа, людей к бездомным животным. Показать то, что животные из приюта совершенно нормальные животные. Где и как завести нового друга, расскажет Луиза Игия Зарян. А теперь подробнее об этих и других новостях. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений и ведомств доложили главе муниципалитета об итогах проделанной работы. Подробности далее. На минувшей неделе в Люберецкую полицию поступило 1750 обращений. Стражи порядка возбудили за отчетный период 20 уголовных дел. Все преступления раскрыты по горячим следам. Также правоохранители обращают внимание на рост ДТП. За последние семь дней на территории обслуживания ведомства произошло 273 аварии. Пять из них с пострадавшими, одна с погибшим. Личный состав работает в усиленном варианте. Опять начали проверять магазины. Проверки идут всех больших торговых центров, чтобы соблюдали масочный режим. Все идет только пока в предупредительном аспекте. Но если будут не нарушать положение вместе с Роснадзором, будем их чуть-чуть наказывать. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона выезжали по сигналу тревоги 41 раз. В пяти случаях пришлось бороться с огнем. Все пожары произошли за пределами городского округа Люберцы. В котельниках на балконе живет квартира на 6 этажах и 5 этажах живого дома. В результате пожара пострадавших нет. И четыре раза выезжали для оказания помощи коллегам с соседних районов. Близится к завершению ремонт подъездов. На сегодняшний день работы выполнены в 137 объектах. Чтобы закрыть план этого года, остается отремонтировать четыре подъезда. Кроме того, места общего пользования в многоквартирных домах обрабатывают хлорой и спиртосодержащими растворами. Ведется мониторинг и анализ поступивших обращений в соцсетях по вопросу уборки места общего пользования и дезинфекции. Также для увеличения качества проводимой дезинфекции и уборки в подъездах подчисляются выездные проверки. На прошлой неделе в Люберцах стартовал отопительный сезон. Теплоснабжающие организации перешли на круглосуточный график. Встречать зиму во всеоружии готовы и дорожные службы. В округ поступило около 9 тысяч тонн песко-соляной смеси. Продолжается обновление Наташинского парка. На финишной прямой обустройство детской площадки. На старте возведение амфитеатра. Ход работы ценил Владимир Ружицкий. Спортивные снаряды, батуты и несколько видов качелей. Современная игровая зона площадью 1350 квадратных метров почти готова принимать самых юных посетителей. Осталось немного привести в порядок ведущие к площадке дорожки и уложить специальное резиновое покрытие. Красивая детская площадка, где будут самые разнообразные элементы, чтобы дети могли поиграться, взрослые отдохнуть. Ну я думаю, что мы числа 10-12 тоже ее откроем, там все готово. По сути мы завершаем такой сезон благоустройства в городе и особенно по Наташинскому парку. А рядом с уже работающим колесом обозрения скоро появится еще один объект. Подготовительные работы перед строительством нового амфитеатра идут полным ходом. Будущим зрителям обещают посадку на 100 мест и комфортную территорию вокруг площадки. Рабочих сейчас задействовано в районе 10 человек. Сейчас делается подготовительная работа. Это веемка грунта, вивоз, очистка территории. Уже приступают к установке бортового камня. Вот и через неделю укладка плитки. Саму конструкцию амфитеатра начнут возводить через несколько дней. Все работы планируют завершить через месяц. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В городском округе работает компания по производству стальных дверей. Предприятие, расположенное на территории Малаховского экспериментального завода, выпускает около 6 тысяч единиц продукции в год. С рабочим визитом там побывал Владимир Ружицкий. Уже более 20 лет эта компания производит в России стальные двери по итальянской технологии. Эта методика полностью отличается от отечественной. Начиная от сырья, заканчивая спецификой производства. Двойное крепление рамы через предварительный короб. Регулировка в трех плоскостях. Сердцевина, ну, полотно – это металл. Вот. А также есть облицовка. Это панели декоративные. МДФ, фибропараллель, шпон, массив. В месяц здесь производят 500 дверей. Основные заказчики – розничные покупатели строительной компании Москвы, Подмосковья, а также соседних регионов. Во время пандемии предприятие полностью остановило свою деятельность. Сегодня все сотрудники на рабочих местах. Но соблюдение мер безопасности не отменено. Объем производства по году где-то около 300 миллионов рублей. Это достаточно прилично. Здесь работает порядка 40 человек. По нынешним временам это неплохо. Работа, в основном, люди местные, из ближних территорий. Наша задача – вот эти все производства максимально сохранить и развить. В прошлом году компания закупила новое оборудование. В ближайших планах – увеличение производственных площадей и объема выпуска. А это значит, что рабочих мест на этом предприятии тоже станет больше. Луиза Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошла ярмарка вакансий. Работодатели из городского округа и соседних муниципалитетов встретились с потенциальными сотрудниками. О потребности в новых кадрах на этот раз заявили 29 организаций. В каких профессиях сейчас нуждается рынок труда, расскажет наш корреспондент. 887 вакансий, подавляющее большинство – рабочие специальности. Городскому округу и ближайшим регионам не хватает сотрудников текстильного, швейного и пищевых производств. Дефициты среди медработников. В Люберецкой областной больнице на сегодняшний день свободно 50 рабочих мест. Востребованы в основном врачи-инфекционисты, врачи-анестезиологи, врачи-терапевты, медицинские сёстры-анестезисты, просто медицинские сёстры, санитарки, буфетчицы требуются. На данный момент вакансия юриста открыта, стаж работы нужен в здравоохранении, правда, не менее пяти лет, и инженер по медицинскому оборудованию. Потребность соискателей больше в разы. В городском округе ищут работу более 8 тысяч человек. Резкий скачок безработицы произошёл из-за пандемии. Сотрудники центра занятости исправляют ситуацию с помощью ярмарок вакансий. Чтобы дать возможность соискателю напрямую пообщаться с работодателем, а работодателям оказать помощь в подборе работников. Процентов у нас уже 18, реально нашли работу и как бы трудоустроились. Конечно, из такого числа количества безработных это, конечно, незначительная цифра, но как бы граждане стараются трудоустраиваться как самостоятельно, так и за счёт центра занятости. Ярмарку вакансий посетили более 600 жителей городского округа Люберцы. 20 человек решили вопрос с трудоустройством прямо во время собеседования, а около 300 соискателей отправили резюме потенциальным работодателям. Сегодня стоит задача помочь нашим людям, нашим жителям найти работу. Мы ориентированы на то, чтобы создавать рабочие места у нас в Люберцах, но мы ориентированы на то, чтобы привлекать предприятия, бизнесменов к этим ярмаркам с ближней территории. Жителям, которым не удалось пока найти работу, положена денежная компенсация. Максимальная сумма пособия составляет 12 130 рублей. Кроме того, последние 4 месяца родители несовершеннолетних детей, оставшиеся без работы, получали дополнительную выплату по 3 тысячи за каждого ребёнка. Луизия Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Использование средств защиты в транспорте по-прежнему обязательное условие для поездки. На проверке одного из автобусных маршрутов округа побывала наша съёмочная группа. Женщина, ваша масочка? Есть. Одевайте. Обязательно одевайте. 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 Нет, вы одевайте, потом пройдёте. Так, хорошо. Мужчина, ваша масочка? Молодой человек. Находясь за рулём автобуса в маске и перчатках, водитель Анатолий Бондаренко просит пассажиров, вошедших в салон без главного аксессуара этого года, надеть маску или купить её прямо здесь. С несогласными или протестующими водитель вынужден действовать по-другому. Безопасность пассажиров в приоритете. Просто движение автобуса прекращаем, и сами пассажиры их уже провожают, потому что всем остальным-то ехать нужно будет, а уже скандал поднимает все. Пассажиры ему уже вынуждены либо купить маску одеть, либо с автобуса. Ношение средств защиты в общественном транспорте – требование обязательное. Сознательных и ответственных пассажиров подавляющее большинство. Не хочу болеть. Не хочу, чтобы инфекция на меня переносилась, на моих близких. Первая защита – маска, перчатки. Это обязательно. Все должны ходить, тогда и болеть будем меньше. Если это помогает, то нужно носить. Конечно, на улице можно не одевать, а в общественном – обязательно. Кроме контроля масочного режима, в общественном транспорте, в салонах автобусов и маршрутных такси после каждого круга проводится дезинфекционная обработка. Соблюдение необходимых мер безопасности в период сезонных заболеваний и пандемии коронавируса – наша общая ответственность. Луиза Игязырян, Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал усилить контроль за масочным режимом. Рекомендации Роспотребнадзора должны неукоснительно соблюдать в общественных местах. Глава-люберец Владимир Ружицкий проверил, как придерживаются этих правил жители округа. У входа в торговую точку каждого посетителя встречает охранник. Пройти мимо без защитной атрибутики не получится. В регионе вновь усилены меры профилактики коронавируса. Так, ребята, перчатки возьмите, маски не вважайте, кто есть, кто нет, забирайте маску здесь. За время пандемии к этим фразам уже все привыкли, так же, как и к санитайзерам и разметке. Несмотря на временное послабление масочного режима в середине лета, в этом гипермаркете требования Роспотребнадзора соблюдаются всегда, начиная с марта. Все тележки, которые клиент берет при входе в торговый зал, они обработаны антисептиком. Мы это делаем сразу же после того, как клиент ее оставляет на парковке. И организуем выдачу таким образом, чтобы клиенты не имели возможности взять непродезинфицированную. Кроме тележек, в гипермаркете обрабатывают антисептиком все поверхности. От перил траволатров до касс – дезинфекция проходит каждые два часа. А машины для мытья полов курсируют по торговому объекту беспрерывно. Дежурный директор у нас контролирует в течение дня выполнение всех этих норм. Соблюдение норм безопасности не только под контролем руководства торговых точек, но и властей. В местах большого скопления людей начались инспекционные проверки. Каждый должен думать о себе и о своих близких. Думая о себе и о своих близких, вы поможете всем остальным как-то пройти этот этап пандемии, пока наши ученые работают и над вакциной, продолжают работать, и над медикаментами. Поэтому надо сохранить свое здоровье, стремиться самому. Еще одна мера профилактики распространения вируса – частичный перевод на удаленку. Работодателям рекомендовали отправить на дистанционный режим не менее 30% сотрудников. Мобильные отряды помощи продолжают свою работу. В этот раз они побывали в гостях у участника Великой Отечественной войны Ивана Денисовича Красненко. На фронт житель Малаховки ушел в 17 лет. Сейчас ему 95, и он старается вести активный образ жизни. Пиджак с многочисленными наградами фронтовик Иван Красненко надевает по большим праздникам – юбилей и День Победы. Не любит Иван Денисович рассказывать о войне. На фронт попал 17-летним юношей. Воевал пулеметчиком в Прибалтике и Польше. Была контузия. Ну а так, конечно, обошлось. Конечно, так и глуховатый, и немой так был. А потом немного восстановилось. Ну вот такая была история. Пару месяцев назад Ивану Денисовичу сделали операцию. Не давала покоя фронтовая рана ноги. Сейчас на улицу житель Малаховки выходит нечасто. И обо всем, что происходит в стране и городском округе, в основном узнает по телевидению. По телефону общается с внуками и правнуками. Теперь звонить можно будет чаще. Мы, ветеранам войны, вручаем телефоны. Вы могли взять, позвонить. Здесь симка. Все это будет у вас бесплатно. Мы постараемся этот вопрос как-то курировать. Что вы могли позвонить, вам позвонить. Чтобы вы всегда были в доступе. Телефон и сертификат на бесплатные звонки вручили в рамках проекта «Единой России» мобильные отряды помощи. Сегодняшние современные коммуникации позволяют быть на связи круглые сутки. Поэтому я попрошу и ветеранскую организацию Малаховки, и наших волонтеров более конкретно поработать с такими ветеранами. В частности, с Иваном Денисовичем. Потому что понятно, что начиная от того, что надо в магазин сходить и что-то принести. И заканчивая тем, что надо что-то как-то приготовить. И понятно, что Иван Денисович уже в таком возрасте, что мне сложно представить, как с этим он справляется. В настоящее время в округе проживает чуть больше ста участников Великой Отечественной войны. В ближайшее время волонтеры обойдут их всех, чтобы выяснить, в каких условиях они живут, в чем нуждаются. И помочь не только бесплатной мобильной связью. Григорий Ворованин, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Узнать об истории своей родины сквозь очки виртуальной реальности. В Люберсах состоялась презентация проекта «Знаменосцы победы» и интерактивных игр, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Две сотни комплектов, включающих в себя мобильное приложение, сайт и настольную игру, передали общеобразовательным учреждениям округа и отрядам юнормейцев. Эти очки – своеобразная машина времени. На дев их человек приносится в 30 апреля 1945 года. Все, что он видит и слышит, соответствует исторической действительности. Водрузить знамя над Рейхстагом и полностью погрузиться в атмосферу тех легендарных событий. Теперь можно с помощью инновационного проекта «Знаменосцы победы». Главная цель разработчиков – повысить интерес подрастающего поколения к теме Великой Отечественной войны. Когда мы готовили проекты «Бессмертного полка» в рамках Года памяти и славы, мы ознакомились с исследованием, которое мы прошли в конце 2019 года. Исследования прошли среди школьников от 10 до 18 лет. Короткометражные видеоролики, настольная игра и мобильное приложение – все, как любит современная молодежь. Но это тот случай, когда приятное можно совместить с полезным. И поиграл, и знания получил. Люди старшего поколения учились по книжкам, по фильмам. Они были художественные, документальные. Последние десятилетия настолько активно все развивается, особенно все, что связано с каким-то виртуальным пространством. Дать человеку возможность развить, развиваться и развиться – это очень важно, потому что именно в школьные годы мы формируемся. Руководитель группы разработчиков интерактивных игр Алексей Силин. Он отметил, что играть можно индивидуально или командой с использованием бесплатного мобильного приложения или в формате обычной настольной игры. Средства на создание платформы выделил фонд президентских грантов. Все информационные материалы, которые используются в наборе, подготовили историки. Вопросы и факты проверены российским военно-историческим обществом. И рекомендованы для использования в образовательных учреждениях. Учителя городского округа Люберцы принимали поздравления с профессиональным праздником. Сейчас в школах работают почти две тысячи педагогов. Некоторых из них отметили правительственными наградами и почетными грамотами. Становиться учителем Наталья Мазурина и не думала. Вот только когда она сама еще была школьницей, педагогическое будущее ей предсказал классный руководитель. Так и произошло. Позади уже четверть века педагогической деятельности. Учитель со стажем признается, теперь в школе они не только учат детей, но и сами у них учатся. Очень часто обращаемся за помощью к старшеклассникам, которые с успехом помогают разобраться во всех современных программах, порталах, форумах. После окончания школы Александр Неретин выбирал между педагогикой и спортом. Решил объединить два этих направления, получив диплом учителя физкультуры. Второе высшее образование позволило подняться по карьерной лестнице. Теперь Александр – исполняющий обязанности директора школы. За многочисленные педагогические заслуги ему вручили сертификат на двухкомнатную квартиру в новом доме. Я женился, у меня появился ребенок. Только из-за этого произошло расширение. Я уже дождался своего, как говорится, звездного часа. Учителя в 21 веке должны идти в ногу со временем. Они это доказали весной, когда обучение велось дистанционно. За время карантина статус учителя в глазах родителей вырос до небес. Я думаю, вы победили даже медиков. Потому что ваше умение усмирить вот эту буйную, энергичную, абсолютно неорганизованную, на первый взгляд, ватагу, араву, детей – это очень большой талант. Я иногда четырех не могу усмирить, а вы справляетесь с целыми классами. С каждым годом армия люберецких педагогов увеличивается. Сейчас она насчитывает почти две тысячи человек. Рост закономерен. В округе повышается рождаемость, строятся новые школы. В этом году мы две школы, ну, скажем, одна пристройка, одно новое автономное здание школы 48, это второй корпус школы 48, открыли, соответственно, на 275 мест, и кадетская школа-пристройка на 200 мест. Уже к следующему учебному году свои двери распахнут три новых образовательных учреждения. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В школах проходят экологические занятия. Этой теме посвящают классные часы, тематические встречи и семинары. Ученики седьмой школы подготовили к очередному эко-уроку поделки из природных материалов и вторсырья. Результаты оценили мои коллеги. Времена года глазами второклассников. Из бесполезных на первый взгляд вещей можно сотворить вот такие произведения искусства. Авторы по очереди выходят к доске и рассказывают о своем экологическом проекте. Вот это крышка, это тоже гибкие палочки, вот это листики, они вот такие искусственные. А это сделано из флофанового пакета, синяя цвета. Такое занятие объединяет сразу три предмета – технологию, ИЗО и окружающий мир. Среди начальных классов экологический урок проходит раз в неделю. На очереди тема раздельного сбора отходов. У нас есть и внеурочная экологическая деятельность, у нас есть несколько направлений. Уже много мероприятий проведено с первого класса. У детей уже есть небольшие знания об экологии. Так как дети маленькие, наше формирование экологической культуры и передается родителям. Родители учатся вместе с ними, это очень удобно. Что такое синий и серый контейнер и как нужно разделять мусор и самое главное для чего. На очередном уроке дети пополнили копилку своих экопознаний. Стоит отметить, что в прошлом году этот класс победил в школьной акции по сбору макулатуры. Ученики сдали 700 килограммов бумаги и тем самым спасли 7 деревьев. В Международный день бездомных животных в Люберцах прошла благотворительная акция «Дорога домой». В парке Наташинские пруды организовали выставку собак из Некрасовского приюта. Все желающие могли прогуляться с четвероногими друзьями, помочь в сборе корма и вещей первой необходимости. Дора попала в приют три года назад. Что было с собакой до этого, волонтеры не знают, или бросил хозяин, или потерялась. Сегодня эта четвероногая красавица ищет дом. Тот, кто знаком с ней, уверен – Дора будет идеальным другом. Она бегает за мечом. При желании даст лапу. С ней можно разговаривать как с человеком. То есть она все понимает, она все слушает. Я даже не знаю, что еще сказать об идеальной собаке. Просто Дора – это идеальная собака. Таких подопечных у приюта в Некрасовке много – 2500 собак и 200 кошек. На благотворительную акцию, посвященную Дню бездомных животных, привели 10 собак. Каждая была окружена вниманием прохожих. Волонтеры надеются, возможно, именно так они найдут верного и любящего хозяина. Хотим привлечь внимание народа, людей к бездомным животным. Показать то, что животные из приюта – совершенно нормальные животные. Развеять стереотипы о том, что у животных из приюта поломанная психика, они какие-то не такие. Волонтерскому проекту «Котовский эндсобакин» уже пять лет. В парке «Наташинские пруды» организаторы благотворительного движения устраивают такие выставки два раза в год. Во время акции удается собрать для животных все самое необходимое, а также привлечь новых волонтеров и, самое главное, пристроить хвостатых в добрые руки. Луиза Игазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Пой, будь то тебя никто не слышит. В Люберецком клубе «Кантары» впервые прошел отборочный этап Всероссийского конкурса любителей караоке. На состязании меломанов побывала наша съемочная группа. Для Люберецкого округа конкурс непрофессиональных вокалистов – событие новое. Клуб «Кантары» впервые проводит отборочный этап на чемпионат России по караоке. Конкурс стал первым и для Ирины Евтековой. Днем она управляет IT-проектами и решает серьезные бизнес-задачи. Вечером отводит душу на сцене. Говорит, что при выборе песен ориентировалась на зрителя. Выбирала песню из тех, которые самые для меня веселые и такие, на которых настроение людей я видела неоднократно, что улучшается. Видела в караоке, что люди любят эти песни и под них настроение становится лучше. Хотелось бы, конечно, дойти до финала, возможно, даже выиграть, но я вижу, что здесь конкуренция большая. И нужно будет постараться. Бизнесмен Алексей Блинов любит петь с детства. Признается, что выступления на сцене дают ему чувство возвышенности, свободы и общности с людьми в зале. Дополнительную уверенность в победе он получает от своей группы поддержки. Сегодня пришли друзья мои, они за меня болеют. Причем некоторые из них пришли просто так, но решили поучаствовать, попытать свою удачу в этом формате. Поэтому будем болеть и за них. У нас теперь меняющаяся группа поддержки. То я за них болею, то они за меня. Ходят мои друзья, я за них искренне болею, но буду вырывать победу, как могу. Чтобы раскрыть весь спектр своих возможностей, вокалисты будут исполнять песни разных жанров и петь в дуэтах. Организаторы соревнования обещают, на всероссийский конкурс поедут лучшие из лучших. Поскольку конкурс любительский, это не профессиональные люди, это люди, которые получают удовольствие от того, что они поют. Но, наверное, это люди, которым в какой-то момент стало мало петь для себя, и они хотели бы петь для кого-то. То есть они хотели бы шагнуть немножко на высший уровень. Ну и мы, соответственно, конечно же, предоставим эту возможность. Надеемся, у них все получится. Недавно Дарья Храмова и сама была постоянной участницей вокальных конкурсов. Сейчас выступление на сцене – ее профессия. Будучи председателем жюри, солистка группы «Непара» говорит, что попадать в ноты – критерий важный, но далеко не самый главный. Самое главное, чтобы участник, который поедет на этот конкурс представлять город Люберцы, был харизматичным, уверенным в себе и мог заразить публику своей любовью к нашему городу. Мы все прекрасно знаем, что если петь с душой и делать это уверенно и красиво, то можно перепеть любого самого крутого вокалиста на свете. По итогам соревнований жюри выберет двух девушек и двух парней, которые и будут представлять округ на всероссийском конкурсе. До 29 октября в караоке-клубе «Кантары» отборочные этапы будут проходить каждый четверг. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ Велосипедисты закрыли летний сезон. Сейчас в Люберцах профессионально велоспортом занимается около ста человек. Любителей гораздо больше. Всех их попытались собрать вместе на последний в этом году массовый старт. Сколько человек откликнулось и по каким улицам промчалась колонна велосипедистов – в следующем сюжете. Редкий случай, когда известный люберецкий веломарафонец Алексей Курлыков пришел пешком. Травма не позволила сесть на любимое транспортное средство. Алексей повредил колено во время очередного марафона. На этот раз он смог доехать до Алтая, хотя планы были амбициозные – добраться минимум до Улан-Удэ. Такие неприятности, признается спортсмен, быстро забываются, а эмоции от путешествий – никогда. Это свобода, это кайф. Общение с новыми знакомыми, друзьями, новая природа, воздух. Я могу все заехать, потрогать, увидеть собственными глазами. Это свобода передвижения. На призыв закрыть сезон массовым катанием откликнулось немало люберчан. Старт велопробегу дал глава округа Владимир Ружицкий. На старт! Внимание! Матр! Поехали! Еее! 10 километров от центрального парка до станции метро Некрасовка и обратно через Комсомольский и Октябрьский проспекты. Этот путь на велосипеде занимает несколько часов. Поэтому в администрации сейчас прорабатывается вопрос, как сделать передвижение велосипедистов быстрее, комфортнее и безопаснее. Мы ставим с собой задачу, вот все парковые зоны на территории городского округа, а это наши все поселки, и Малаховка, и Красково, Томилино-Октябрьский, и люберцы, соединить единой велодорожной сетью. Повторяю, это непросто, но у нас такая задача стоит. Клуб любителей велопробегов насчитывает около 100 человек. Однако велосипед, как средство передвижения, выбирает тысячу люберчан. И с развитием сети велодорожек количество желающих крутить педали увеличится. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Для игр и зимой, и летом в футбольной школе «Звезда» обновили поле для мини-футбола. На торжественном открытии площадки побывал наш корреспондент. 15 лет назад Валерий Николаевич Товкоч пришел ко мне и предложил организовать на этом месте футбольное поле. Тогда это казалось невозможным. Сегодня футбольная школа «Звезда» – это три игровых поля для тренировок детей разных возрастов. После ремонта площадка для мини-футбола обзавелась новым всесезонным покрытием, освещением и современной разметкой. Мы наконец-то смогли ее расширить, застелить искусственным покрытием, сделать разметку. Та, которая требуется федеральными стандартами, обеспечивается безопасность. Мы рассчитываем, что она усилит наш процесс подготовки и скажется на технической подготовке игроков. В школе «Звезда» занимаются более тысячи детей. Из них 530 на бюджетной основе, помимо открытия поля для мини-футбола. На спортивном празднике шестилетних мальчишек посвятили футболисты. «Обраница 90 номер» Футбольный сезон в округе почти завершен. Награждение команд-победителей пройдет 10 октября в Люберецком музейно-выставочном комплексе. На торжественной церемонии отметят лучших игроков и тренеров. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. На этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на сайте ЛРТ.ТВ и в социальных сетях. До свидания.